Здравствуйте! Я предлагаю вам лекцию «Физиологические роды». Роды – партус, это физиологический процесс изгнания плодного яйца из матки после достижения плодом жизнеспособности. Роды могут быть своевременными – партус, матерус, нормалис, при сроке беременности 37 недель и выше – 41,6 дней. Преждевременными – партус, прематерус, при сроке беременности более 22 недель. Запозданный – пратус, ретинус, при сроке беременности свыше 42 недель. По современным данным – 41 неделя и 6 дней. Основная роль в подготовке организма женщины к родам принадлежит центральной нервной системе. С ее помощью направляются и поддерживаются на соответствующем уровне все физиологические процессы, сопровождающие организме беременной, в том числе процесс рода. Особое значение придается двум физиологическим феноменам. Это условный рефлекс и доминанта открытых и введенных в мировую нейрофизиологию к арифеями русской науки Павловым и Ухтомским. Эти феномены принадлежат к фундаментальным понятиям современной физиологии высшей нервной системы. Физиологическое течение родов возможно лишь при наличии и сформировавшейся родовой доминанты, то есть при биологической готовности организма к родам. Существует несколько теорий, объясняющие раскрытие шейки матки. Теория контракции, ретракции, дистракции. Она изложена в 1908 году в учебнике Бума и принята как основная концепция раскрытия шейки матки Брода. Суть теории заключается в том, что во время схватки контракции в нижнем сегменте происходит осевое перемещение мышечных волокон относительно друг друга. Ретракция, с которым связывается растяжение мышечного зева, дистракция. В соответствии с рассматриванием теории раскрытия шейки матки за счет тяговых усилий мышечных волокон и проявление их ретракционных свойств приводит к сглаживанию и исчезновению шейки матки за счет ее втягивания в нижний сегмент. Теория гидравлического клина во время схваток плотный пузырь внедряется в канал шейки матки, действуя как клин. Он способствует дальнейшему растяжению маточного зева. Существует теория тройного нисходящего градиента. Она была обнародована Рейнольдсом в 1965 году. Теория показывает, что при нормальных родах сокращение мускулатуры дна матки мощнее и продолжительнее, чем тело, а тело, чем нижнего сегмента и шейки. В соответствии с ней раскрытие шейки матки происходит благодаря тому, что раньше и сильнее сократившийся вышележащий сегмент матки тянет на себя, пока еще расслабленный, нижний лежащий сегмент. Волна этих последовательных растяжений в конечном итоге доходит до шейки матки, которая растягивается под их воздействие. Роды разделяют на три периода. Первый период – это период раскрытия. Второй период – период изгнания. Третий период – период последовательного. Период раскрытия начинается с момента регулярных схваток до полного раскрытия маточного зева. Раскрытие шейки матки считается полным, когда края зева не определяются. То есть раскрытие, мы говорим, на 10-12 см. Период изгнания начинается с момента полного открытия маточного зева и заканчивается рождением плода. Последовательный период. В течение этого периода происходит отделение плаценты и рождение последов под влиянием схваток и поток. Общая продолжительность рода составляет у первородящих 10-12 часов, у повторнородящих в среднем составляет 6-8 часов. Раскрытие шейки матки происходит не одинаково у первородящих и повторнородящих женщин. У первородящих вначале раскрывается внутренний зев, шейка сглаживается, а затем раскрывается наружный зев. У повторнородящих наружный зев поскрывается почти одновременно с внутренним, и в это время происходит укорочение шейки матки. При головном предлежании по мере продвижения головки плода происходит разделение колоклодных вод на передние и задние, так как головка прижимает стенку нижнего сегмента матки к костной основе родового канала. Место хвата головки стенками нижнего сегмента называют внутренним поясом соприкосновения, который делит околоплонные воды на передние, находящиеся ниже пояса соприкосновения, и задние, выше пояса соприкосновения. Каждый период родов при нормальном течении требует наблюдения. Наблюдение при самопроизвольных родах включает несколько пунктов. Контроль за состоянием роженицы, пульс, АД, температура тела и другие параметры. Контроль за характером сократительной деятельности матки и состоянием плода. В целом, в течение первого периода заполняется пактограмма. В данном разделе вы научитесь записывать фамилию женщины, порядковый номер данной беременности и число родов в анамнезе. В этот раздел также заносится номер истории родов, дата и время поступления женщины в родовую комнату. Если излитие вод уже произошло, следует зафиксировать время излития. Если же плодные оболочки целы, оставьте эту графу пустой. В основной части партограммы находится графа для записи скорости раскрытия шейки матки. Вдоль левой стороны этой графы расположены цифры от 0 до 10. Раскрытие шейки матки измеряется в сантиметрах. Каждая клеточка по вертикали соответствует 1 сантиметру раскрытия шейки матки. Вдоль нижней стороны этой графы расположены клеточки для записи количества часов, прошедших с момента начала заполнения партограммы. Каждая клеточка соответствует 1 часу. В графе для записи раскрытия шейки матки существуют 2 области. Если раскрытие шейки матки менее 3 сантиметров, то все записи осуществляются в области латентной фазы. В норме продолжительность латентной фазы не более 8 часов. Если раскрытие шейки матки 3 сантиметра и более, то все записи осуществляются в области активной фазы. В норме скорость раскрытия шейки матки в активной фазе 1 сантиметр в час и более. В области активной фазы имеются 2 диагональные линии. Линия бдительности и линия действия. Линия бдительности соответствует скорости раскрытия шейки матки 1 сантиметр в час, которая считается наименьшей нормальной скоростью раскрытия шейки матки для первородящих. При нормальном прогрессе родов график раскрытия шейки матки находится на линии бдительности, либо слева от нее. Если график раскрытия шейки матки отклоняется вправо от линии бдительности, это свидетельствует о медленном прогрессе родов. В этом случае рассматривается необходимость соответствующих мер, например, проведение амниотомии. Линия действия проходит параллельно линии бдительности и расположена на 4 часа правее. Если цервикограмма достигает или пересекает линию действия, то это указывает на очень медленный прогресс родов. В этом случае необходимо провести полную оценку акушерской ситуации, установить причину медленного прогресса родов и предпринять необходимые действия. Принятие решения и вмешательства должны осуществляться в лечебном учреждении, оборудованном для оказания экстренной акушерской помощи. Если раскрытие шейки матки меньше 3 см, нанесите символ Х на первую вертикальную линию. Помните, что запись времени должна производиться слева от каждой вертикальной линии матки. Влагалищные исследования проводятся каждые 4 часа, если нет показаний для более частого осмотра. Во время следующего влагалищного исследования определите раскрытие шейки матки и запишите его значение на портограф. Соедините между собой символы Х в непрерывной линии. Если значение раскрытия шейки матки при повторном осмотре стало больше 3 см, и цервикограмма пересекает горизонтальную жирную линию на портограмме, то это свидетельствует о переходе родов в активную фазу. Помните, что записи времени также должны быть перенесены в область активной фазы. Не забудьте, что запись времени должна производиться слева от каждой вертикальной линии. Продолжайте внимательно следить за течением родов. Продолжайте запись значений раскрытия шейки матки на портограмме. Соединяйте результаты между собой непрерывной линией. Затем оцените положение цервикограммы относительно линии бдительности. Если символы Х находятся слева от линии бдительности или располагаются на ней, то вы можете сделать заключение о нормальном прогрессе родов. Помните, что портограмма предназначена главным образом для наблюдения за первым периодом родов. Тем не менее, даже когда достигается полное раскрытие шейки матки, следует продолжать записывать основные показатели состояния матери и плода, такие как маточные сокращения, частота сердечных сокращений плода, пульс и артериальное давление мать. Во время второго периода родов выслушиваете и записываете частоту сердечных сокращений плода не реже, чем каждые 5 минут. Если при поступлении раскрытия шейки матки 3 см и более, это свидетельствует о том, что женщина находится в активной фазе родов. В этом случае область латентной фазы на портограмме не используется, и значение раскрытия шейки матки наносится непосредственно на линию бдительности. Помните, что запись всех остальных показателей должна начинаться с той же вертикальной линии, на которой находится символ Х. Продолжайте наблюдать и записывать скорость раскрытия шейки матки каждые 4 часа. Для предварительного прогресса родов необходимы адекватные сокращения матки. По мере прогрессирования нормальных родов схватки становятся чаще и дольше. Оценка маточных сокращений проводится каждые полчаса. При наблюдении за схватками всегда задавайте два вопроса. Какова частота схваток и как долго длится каждая схватка. Для определения частоты схваток подсчитывается их количество за 10 минут. Длительность схватки это время в секундах, в течение которого схватку можно определить пальпаторно. На портограмме по длине времени есть область, которая называется количество схваток за 10 минут. Частота схваток обозначается числом вертикальных, заштрихованных клеточек, причем каждая клеточка соответствует одной схватке. Длительность схватки кодируется соответствующей штриховкой. Посмотрите, пожалуйста, как схватки записываются на портограмме. Обратите внимание, что схватки регистрируются каждые полчаса. Здесь вы можете видеть две схватки в течение 10 минут, каждая длительностью менее 20 секунд. Здесь вы можете видеть три схватки в течение 10 минут, каждая продолжительностью более 20, но менее 40 секунд. Здесь вы можете видеть четыре схватки в течение 10 минут, каждая продолжительностью более 40 секунд. Частота сердечных сокращений плода это безопасный и надежный способ контроля за состоянием плода в родах. Частота сердечных сокращений плода записывается в верхней части портограммы. По вертикали каждая клеточка этой области соответствует 10 ударам в минуту. По горизонтали 30 минут. Горизонтальные линии на уровне 120 и 160 ударов в минуту более темные, чтобы обозначить границы нормы частоты сердечных сокращений плода. Частота сердечных сокращений плода меньше чем 100 или более чем 180 ударов в минуту указывает соответственно на выраженную брадикардию и выраженную тахикардию, которые требуют принятия немедленных мер. Выслушайте сердцебиение плода как минимум в течение одной минуты по возможности в положении женщины на боку. В случае, если выслушать сердцебиение плода в этом положении затруднительно, вы можете это сделать, когда она лежит на спине. Сердцебиение плода лучше всего выслушивать сразу же после пика схватки, то есть после окончания самой интенсивной фазы сокращения матки. Выслушайте и подсчитайте сердцебиение плода в течение одной минуты. На портограмме сердцебиение плода отмечается точками, которые соединяются линией. Выслушивайте и записывайте сердцебиение каждые полчаса, если нет показаний для более частой аускультации. При выявлении нарушений сердечного ритма плода следует проводить выслушивание и подсчет ЧСС плода чаще в течение одной минуты сразу после схватки. Если нарушения сердечного ритма сохраняются, следует принять надлежащие меры в соответствии с действующими протоколами. Информация о состоянии околоплодных вод помогает при оценке состояния плода. Состояние околоплодных вод записывается на портограмме в разделе, который находится под показателями частоты сердечных сокращений плода. Если плодные оболочки целы, это обозначается буквой С. Если излитие вод произошло и воды прозрачны, это обозначается буквой П. Если излились воды, окрашенные меконией, это обозначается буквой М. Если излились воды, окрашенные кровью, это обозначается буквой К. Отмечайте состояние околоплодных вод во время каждого водинального осмотра. При наличии в околоплодных водах густого мекония или при отсутствии околоплодных вод на момент разрыва плодных оболочек, следует чаще выслушивать сердцебиение плода, поскольку такие симптомы могут иметь место при дистрессе плода. Служащего прогресса родов, раскрытие шейки матки должно сопровождаться продвижением головки плода. Однако, продвижение головки плода может не начаться до того, как раскрытие шейки матки достигнет 7 см. Продвижение головки плода регистрируется в той же части портограммы, где и раскрытие шейки матки, в области от 5 до 0. Для удобства, ширина 5 пальцев руки приравнивается к 5 пятым размера головки плода и используется для определения высоты стояния головки над краем симфиза. Продвижение головки плода оценивается путем абдоминальной пальпации, непосредственно перед влагалищным исследованием. Обычно в начале родов головка подвижна над входом в таз и пальпируется на ширину 5 пальцев. Для записи продвижения головки плода используется символ О. По мере продвижения головки, та ее часть, которая остается над краем малого таза, будет представлена все меньшим количеством пальцев. Перед следующим влагалищным исследованием проведите пальпацию живота и запишите результат. Соедините его с предыдущим с помощью непрерывной линии. Если роды переходят в активную фазу, отметки о продвижении головки плода следует переместить в область активной фазы на портограмме. Иногда отметки о раскрытии шейки матки и продвижении головки плода могут совпадать. По мере продвижения головки, та ее часть, которая остается над краем малого таза, будет представлена все меньшим количеством пальцев. Когда головка пальпируется на ширину двух и менее пальцев над краем малого таза, считается, что головка большим сегментом прошла плоскость входа в малый таз. Перед следующим влагалищным осмотром определите положение головки плода. Отметьте результат на графике и соедините с результатом предыдущего осмотра непрерывной линии. Обратите внимание, что степень продвижения головки плода определяется в то же время, что и раскрытие шейки матки. Поэтому значения этих показателей будут отмечаться на одной вертикальной линии. Конфигурация головки плода это важный показатель соответствия головки плода и таза матери. Увеличение степени конфигурации костей черепа при высоко стоящей головке это достоверный признак клинически узкого таза. При каждом влагалищном осмотре обращайте внимание на конфигурацию головки и записывайте показатели. Для того, чтобы определить степень конфигурации костей черепа необходимо иметь возможность пальпировать швы роднички головки плода. В норме, в начале активной фазы родов кости черепа не находят друг на друга и во время влагалищного осмотра швы легко пальпируются. Это записывается на портограмме символом 0. Во время активной фазы родов размер головки плода приспосабливается к размеру малого таза путем изменения конфигурации. Кости черепа сходятся и могут находить друг на друга. В норме, в активной фазе родов, влагалищный осмотр рекомендуется проводить каждые 4 часа. Во время каждого влагалищного осмотра вы можете определить конфигурацию головки плода. Имеется 4 различных способа записи конфигурации головки на портограмме. Эти показатели записываются в клеточках под графой, где отмечается состояние околоплодных вод. Если кости не соприкасаются и швы легко прощупываются, отмечается 0. Если кости касаются друг друга, отмечается 1 плюс. Если кости находят друг на друга, отмечается 2 плюса. Если кости сильно находят друг на друга, отмечается 3 плюса. Помните, что увеличение степени конфигурации головки при ее высоком стоянии во входе в малый таз это признак, указывающий на тазо-головную диспропорцию. Родовая опухоль может затруднять определение степени конфигурации. Если у плода большая родовая опухоль, это само по себе должно привлечь внимание медперсонала как потенциальный признак клинически узкого таза. Когда во время родов возникает необходимость назначения различных лекарственных препаратов и внутривенном введении жидкости. Все эти назначения следует тщательно фиксировать на портограмме в ряду, который находится под графой, предназначенной для отметок о назначении окситоцина. Запишите название, введение препарата, дозу и путь введения. Обязательно делайте все отметки в клеточках, соответствующих времени введения препарата или внутривенной жидкости. В предотвратительном прогрессе родов по причине слабой родовой деятельности следует произвести амниотомию с последующим назначением внутривенной инфузии окситоцина для усиления родовой деятельности. Под графой, где отмечается частота и длительность схваток, есть графа, куда заносится информация об использовании окситоцина. При использовании окситоцина следует каждые полчаса отмечать концентрацию окситоцина в верхнем ряду и число капель в минуту в нижнем ряду. Посмотрите, как использование окситоцина записывается на портограмме. Обратите внимание, что записи должны вестись каждые полчаса. Перед началом использования окситоцина в родах обязательно убедитесь, что плодный пузырь отсутствует. После полного раскрытия шейки матки начинается изгнание плода из полости матки вслед за вскрытием плодного пузыря и излитием околоплодных вод. В течение некоторого времени наблюдается ослабление родовой деятельности. После полного раскрытия шейки матки начинается изгнание плода из полости матки. Вслед за вскрытием плодного пузыря и излитием околоплодных вод В течение небольшого времени наблюдается ослабление родовой деятельности. В это время стенки матки плотно обхватывают плод. Задние годы тесняются ко дну матки и заполняют пространство между ягодицами и стенкой матки. В схватке с нарастающей силой следуют одно за другой через каждые 4-3 и далее 2 минуты. На вершине каждой схватки к сокращению матки присоединяется сокращение мышц брюшного пресса, то есть появление поток. Сила их направлена на изгнание плода из родовых путей. В процессе рода при прохождении через костный канал и мягкие ткани родовых путей роженицы плод совершает совокупность движений, которые называются биомеханизмом рода. Естественные движения плода совершаются строго по направлению проводной оси таза. Проводная ось таза – это линия, соединяющая середины всех прямых размеров плоскостей таза. При вставлении плоскость плода в таз стреловидный шов располагается в поперечном или в одном из косых размеров. Механизм родов определяется вариантом предлежания. При головном предлежании различают сгибательный передний и задний вид затылочного предлежания. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания состоит из четырех моментов. Первый момент – сгибание головки. Второй момент – внутренний поворот головки. Третий момент – разгибание головки плода. Четвертый момент – внутренний поворот туловища, наружный поворот головки. При первом моменте биомеханизма родов – сгибание головки, флексио капитис. Под влиянием внутриматочного и внутребрюшного давления шейная часть позвоночника плода сгибается. Подбородок приближается к грудной клетке. Затылок опускается вниз. По мере опускания затылка малый родничок устанавливается ниже большого. Постепенно приближается к проводной линии таза и становится наиболее низко расположенной частью головки. Ее называют проводной точкой. Второй момент – внутренний поворот головки. Ротацию капитис-интернат. Головка плода при своем поступательном движении в полости малого таза, при переходе ее широкую в узкую часть, встречая препятствия дальнейшему продвижению, одновременно со сгибанием начинает поворачиваться вокруг своей продольной оси. При этом затылок приближается к лондонному сочленению. Передний отдел головки отходит к крестцу. Стреловидный шов располагается до описанного поворота в полости малого таза, поперечных или в одном из косых размеров. Дальнейший переходит в прямой размер. Третий момент – разгибание головки. Дефлексио капитис. Головка плода продолжает продвигаться по родовому каналу и одновременно с этим начинает разгибаться. Разгибание начинается после того, как подзатылочная ямка упирается в нижний край лунного сочленения, образуется точка фиксации. Головка вращается своей поперечной осью вокруг точки фиксации. Полностью разгибается и рождается. При этом из половой щели последовательно появляется теменная область, лоб, лицо и подбородок. Рождение головы через бульварное кольцо происходит малым косым размером. Четвертый момент – внутренний поворот туловища и наружный поворот головки плода. Ротация труца интерна. Сайротэшн капитис экстерна. Во время разгибания головки плечики плода вставляются в поперечный размер входа или в один из косых его размеров по мере продвижения головки. Прорезывание происходит малым косым размером 9,5 см, а кружностью равной 32 см. Плечики плода поперечным размером переходят из поперечного в косой, а при выходе в прямой размер таза. Передние плечика поверачиваются к лонному сочленению, к заднему крестцу, затем рождается плечевой в пояс. В следующей последовательности сначала верхнюю треть плечика, обращенного к переди, а затем за счет бокового сгибания позвоночника, плечика, обращенного к сзади. Далее рождается все туловище плода. Биомеханизм рождов при заднем виде затылочных предлеж jam состоит из пяти моментов. Это сгибание головки, второй момент внутренний поворот головки, третий момент дополнительное сгибание головки, четвертый момент разгибания головки плода и пятый момент внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки плода. Прорезывание происходит средним косым размером 10,5 см, окружность равная 33 см. Длительность второго периода составляет в среднем от 2,5 до 3 часов. Во втором периоде тонус матки возрастает в два раза по сравнению с первым периодом. Интенсивность сокращения матки уменьшается, но в связи с присоединением сокращений поперечно-полосатой мускулатуры брюшного пресса, потуги, величина развиваемого давления достигает 100 мм штукного столба. Продолжительность потуги составляет 90 секунд, интервалы около 40 секунд. Во втором периоде родов оксигенация плода постепенно снижается вследствие схвата потуг и снижения маточно-панцитарного кровообращения. Аскультацию плода во втором периоде следует проводить после каждой потуги. Критерии эффективности второго периода родов служат чистота, продолжительность потуг, продвижение предлежащей части плода по родовому каналу, определяемого по нарушенному и внутренним исследованиям. Третий период. Третий период – это последователь период. В течение нескольких минут после рождения плода находится в тоническом сокращении мускулатуры матки. Появляющие вскоре выраженные ритмичные сокращения матки называются последовательными схватками. Начиная с первой последовой схваткой отделяется плацента. Отделение плаценты происходит в губчатом ее слое, отпадающей слизистой оболочке, на месте ее прикрепления маточной стенки плацентарной площадки. Плацента во время схватки практически не способна к сокращениям, в отличие от плацентарной площадки, которая после изгнания плода и резкого уменьшения полости матки значительно уменьшается в размерах. Плацента приподнимается в виде бугра, нарушая связи между ними и разрывы маточно-плацентарных сосудов. Может образоваться гематома. Отделение плаценты – пошутцу. Или кровь может свободно стекать вниз. Отделение – подунгана. Отслоившаяся плацента опускается вниз и при потуге рождается из половых путей. Активное введение 3-го периода рода. Проводим пальпацию живота роженицы для исключения наличия второго плода в матке. В течение первой минуты после рождения плода в верхнюю треть бедра вводится 10 международных единиц окситоцина внутри пюшечной. Пуповина пережимается, зажиму ближе к промежности. Пережатую пуповину и концы зажима держим одной рукой. Другую руку кладем непосредственно на докладковую область женщины. Пуповину держим в натянутом состоянии и ожидаем сильное сокращение матки, обычно через 2-3 минуты. При сокращении матки и удлинении пуповины очень осторожно подтягиваем на себя и вниз пуповину до рождения плацента. Одновременно другой рукой отводим матку в направлении противоположного подтягивания за пуповину для предупреждения выбора к матке. После рождения паслет держим обеими руками и осторожно поворачиваем, пока не родятся плодные оболочки. После рождения паслет последов немедленно проводим массаж матки в дна через переднюю брюшную стенку женщины до появления сокращения матки. Осматриваем паслет на целостность. Плаценту раскладываем на квадратном лотке материнской поверхностью вверх и определяем наличие всех долек, тщательно осматривая края плаценты. Далее плаценту переворачиваем в материнскую сторону вниз, поднимаем послед за пуповину, вторую руку помещаем во внутрь плодных оболочек, разводя их пальцами, чтобы убедиться в целостности. При этом обращаем внимание, нет ли между оболочками оборванных сосудов, отходящих от края плаценты. Оборванные сосуды указывают на наличие добавочной дольки плаценты, которая осталась в полости матки. Определяем объем кровопотеи, сливаем всю кровь в мертвую полку, оцениваем общее состояние рожевицы, исследуем пульс, измеряем артериальное давление. Вами была прослушанная видеолекция, посвященная вопросам физиологического родового акта, освещены вопросы клинического отечения и ведения нормальных родов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...